В 2018 году президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. В связи с этим был создан национальный проект «Наука». В рамках национального проекта «Наука» запланировано создание нескольких типов научных центров мирового уровня. Во-первых, это математические центры, геномные центры и центры по семи научным направлениям, которые вошли в стратегию научно-технологического развития Российской Федерации на ближайшие годы. Одно из направлений связано с энергетикой, с углеводородами, с созданием новых материалов на этой основе. На базе этой области основали Центр мирового уровня национального освоения запасов жидких углеводородов планеты под руководством консорциума нескольких российских университетов. Важно, что Казанский федеральный университет стал в консорциуме головным. И в консорциуме, кроме нас, мы головная организация, входит еще три крупнейших научно-образовательных центра в России в этом направлении. Это Губкинский нефтяной университет в Москве, Уфимский нефтяной университет в Уфе и Сколтех. Это тоже очень известная научная организация, которая работает в этом направлении. В итоге, до 2024 года, до 2025 года практически, в России это направление будет развиваться именно в этом центре. На днях в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета будет проходить заседание ученого совета, где будет утверждаться проект создания структурного подразделения Международного научного центра. Некоторые структуры уже существующие, заводят под эту структуру. Это научный советский центр «Геолаб», это лаборатория института геологии и нефтегазовых технологий, и центр дополнительного образования института геологии и нефтегазовых технологий. То есть эти люди сразу становятся штабными сотрудниками научного центра мирового уровня. Проректор Казанского университета отметил основные задачи, которые стоят перед участвующими в создании центра вузами. Создание инновационных и эффективных методов поиска, разведка нефти и газа на территории Сибири, в том числе с использованием сквозных технологий с помощью искусственного интеллекта и обработки больших данных, а также разработка месторождения нефти и газа. Те поставленные амбициозные задачи, которые поведут, во-первых, не только к тому, что в мире мы станем лидерами по этому направлению, но и самое главное, наверное, очень важно, к тому, что мы обеспечим стабильность нефтегазовой отрасли России на ближайшие десятилетия. Не менее важным в проекте является и социальный аспект – привлечение воспитания талантливой молодежи из России и из-за рубежа. Кристина Надышина, Универ Ньюз.